Визажист Юлия Яничева Охранник-волшебник или Кашпировский по-нижегородски? Что заставило взрослого мужчину прикинуться инвалидом и даже сесть в специальную коляску? Международный допинг-скандал, беспорядки, длительные ожидания, но вот она, самая чистая и самая честная золотая медаль. Гимнастка-художница Анастасия Максимова сегодня приехала в родной Нижний Новгород. Убил сам себя и чуть не загубил еще две молодые жизни. Пьяный водитель устроил аварию в Московском районе. О сохранении лесных массивов, о неиспользуемых сельхозземлях, о торговой деятельности, как в нашем регионе, исполняют новые законы. 39 рублей за литр еще не предел. Почему цены на бензин продолжают расти? О главных событиях среды расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей город. Меня зовут Полина Буянова. Здравствуйте. Нижегородский охранник стал Кашпировским или это уникальный случай чудесного исцеления в одном из продуктовых магазинов Нижнего Новгорода? В интернете сегодня появилось видео с камеры наблюдения под названием «Встань и иди». Причем начинается оно вполне себе обычно. Мужчина в инвалидной коляске вместе со своим другом приехали в продуктовый магазин. Но внимательные пользователи уже на третьей секунде могли заметить что-то неладное. Мужчина в коляске после турникета начинает слегка шевелить ногами, будто помогая себе передвигаться. Однако, как правило, люди, передвигающиеся на таких устройствах, шевелить нижними конечностями не могут из-за их атрофированности. Поэтому сперва можно и предположить, что такие телодвижения – просто случайность. Но ноги у мужчины зашевелились снова. И снова. И снова. Яснее ситуация становится, когда якобы инвалид, якобы больными ногами, притормаживает коляску около стеллажа со спиртными напитками. Тут и кроется разгадка. Так называемый человек с ограниченными возможностями приехал за целебным эликсиром, который он тут же успешно спрятал под себя, привстав на ноги. Как говорится, вот что делает с людьми жажда выпить. И, казалось бы, план безупречный, однако охранники магазина вовремя заметили все происходящее. Виновник даже попытался спрятать бутылку у 40-градусной поглубже, имитируя зуд. Потом долго отпирался, мол, вы меня с кем-то путаете, я приехал за продуктами, но отпираться было бесполезно, камеры уже все зафиксировали. Финальной точкой этого спектакля театра одного актера стало волшебное исцеление. Охранник настолько убедительно пригрозил виновнику расправы, что случилось чудо, больной встал на ноги и отдал украденную бутылку обратно. Остается гадать, то ли охранник имеет магические способности, то ли мужчине не захотелось нести ответственность за попытку кражи. Единственный вопрос, который появился у многих пользователей – зачем взрослый мужчина сел в специальное кресло и притворился инвалидом? Ясно одно, что жажда выпить иногда толкает людей на очень странные и необдуманные поступки. И к другим темам. Сегодня в аэропорту Стригина встречали олимпийскую чемпионку Анастасию Максимову. В Нижний Новгород капитан команды по художественной гимнастике вернулась с золотой медалью. Годы ежедневных тренировок, нервное напряжение перед отъездом в Рио, выступление которому уже дали оценку, в ближайшие 50 лет его никто не сможет повторить. 20 часов перелета – все это позади. Новый путь уже с золотой медалью. Она в кармане российской сборной в прямом смысле. Анастасия Максимова везла награду прямо у себя в куртке. Первые часы после Рио вместе с чемпионкой провела и наш корреспондент Екатерина Вологина. Поздравляем! Поздравляем! Для толпы девочек-гимнасток Анастасия Максимова теперь бесспорный пример для подражания. Она победитель, она чемпион олимпийских игр. Для спортсмена это высшая награда. На плакатах воспитанниц нашей школы Олимпийского резерва цифра один и признание, что наши лучшие, что ими гордятся. Анастасия Максимова никак не может поверить, что медаль у нас в кармане. В прямом смысле чемпионка везла золото прямо в куртке. Чувство счастья, эйфории. Когда на меня надевали медаль, я ее взяла посмотреть, потому что я просто не верила, что вообще такое может произойти. И до сих пор в это не верю. Кажется, как будто закончились обычные соревнования. И вот сейчас немного отдохнем и опять начнем подготовку. Да, это была моя мечта, мечта всей моей жизни, наверное, с того возраста, как я только пришла на художественную гимнастику и узнала, что это такое. Написала на листике корявыми буковками, что хочу стать чемпионом мира и Европы. Да, это была моя мечта и моя мечта осуществилась. С огромным букетом белых роз в аэропорту встречает родная сестра Максимовой, тоже гимнастка. В родной Петрозаводск к родителям позже поедут вместе. Второй вид уже было очень трудно смотреть. Даже когда выступала последняя сборная Болгарии, которая была перед ними на втором месте, я уже даже не смотрела. Могла. Мои подружки потом выбежали. Все, Кате, ура. Я начала очень сильно плакать. Перевела очень сильно. Маме звонила в захлеб, тоже поздравляла. 20 часов перелета из Рио позади. Победительницу Анастасию, получается, вот так встречали дважды. Перед Нижним настоящий золотой рейс со всей нашей сборной приземлился в Москве. В Шереметьеве наших спортсменов, песни и победителей встретила группа «На-На». Дорога домой до наших олимпийцев была долгой. Рейс задержали на несколько часов. Оказалось, виной всему русская матрешка, которая застряла в аэропорту Рио. Но это кажется забавной мелочью после того, что спортсменам пришлось пережить еще до Олимпиады. Допинг-скандалы держали на нервах и сборную, и тренеров, да и всю Россию. Даже в ту деревеньку, в которой мы жили, могли бы мы в любой момент завалиться в ада, в любой час дня и ночи, и проверить девчонок на допинг. Даже когда приехали на Олимпиаду, в первый же день мы не успели туда, в эту деревню, въехать. В шесть утра они уже стояли и стучали в дверь к девочкам. В шесть утра просто. Я даже сначала не поняла, что происходит, что за крам-тарарам. Они прям в дверь долбят, все, нам надо на допинг эту, эту, эту. В России эти олимпийские игры уже окрестили самыми тяжелыми. Да, действительно, самая тяжелая в связи с политической обстановкой. Да, она самая трудная для детей и для тренеров, которые попали в те условия, где практически готовность деревни, готовность всего была, оставляла желать лучшего. Поэтому вот характерно для этой Олимпиады то, что она была, конечно, тяжелая. Тяжелая даже не столько физически, сколько морально. Нижегородская гимнастка Анастасия Максимова в нашей команде по художественной гимнастике была, к тому же, еще и капитаном. Перед выходом на ковер она сказала другим девочкам, смелее. Сегодня их выступление тренер Ирина Александровна Усманова-Винер оценила очень высоко. Она отметила, что в ближайшие 50 лет такую программу, которую показали наши в Рио, никто не сможет повторить. Сейчас были абсолютно нейтральные судьи, причем с категориями, которые значительно ниже уровнем, чем судят мир и Европу. И поэтому все дергались до последнего момента, потому что было неизвестно, что они увидят, что они не увидят, что они решат поставить. И как они захотят рассмотреть сборную России, как лидеры или как нет. Но когда девки сделали, да, особенно да. Когда девки сделали, я прям честно вам не вру, я стояла, мы обнимались с постановщиком Сыра Зиновко, я говорила, только пусть не поставят. Вот я не знаю, про всех порву. Мы всей командой посвятили свою медаль Ирине Александровне Винер. Она не присутствовала на соревнованиях, но она с нами работала по глазу, я не знаю, по телевидению специальному. Вот. И эту награду мы посвятили ей. Естественно, каждая гимнастка посвящает свою награду своему тренеру. Также я посвящаю свою награду Нижегородской школе, художественной гимнастике Наталье Борисовне, Татьяне Владиславне и, конечно же, своим родителям. Сейчас в расписании Анастасии Максимовой тренировки заменили многочисленные встречи. В Нижнем одним из первых чемпионку поздравил губернатор области. Здравствуйте. Привет, я им пилота. Ну как? Хорошо. Доброго дня. Смотрели, наблюдали, красотами, описали. Подарок от главы региона – цветы и большой самовар. И уже решено. От области Анастасия Максимова получит поощрение – 2 миллиона рублей. Уже сегодня вечером Анастасия Максимова вновь вернется в Москву. На завтра запланирована встреча чемпионов с президентом Владимиром Путиным. О своей спортивной карьере золотая гимнастка пока не говорит, просто еще не думала. Ее ближайший план – наконец-то выспаться и навестить родителей. Что же касается наших тренеров, их отпуск продлится еще неделю. Дальше снова нужно тренировать уже новых чемпионов. Екатерина Вологина, Алексей Корякин, Служба новостей «Город». И мы продолжаем. Халатность чиновников или все-таки ложные обвинения городоначальнику Сергею Белову избрали меру пресечения. Суд над нынешним главой городской администрации состоится уже в четверг, 25 августа. Надежда Рожнова продолжит тему. Надя, тебе слово. Да, Полина, в Ленинском районном суде состоялось заседание. Главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Началась эта история еще в апреле 2014 года. На улице Самочкина обрушился дом. После чего в отношении Сергея Белова и Надежды Рожковой главы Ленинского района возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Следственный комитет установил, что чиновники проигнорировали обращение жильцов о признании дома аварийным, в результате чего он обрушился. Многие жители после случившегося остались без квартир. Сам городоначальник свою вину не признает, утверждая, что в 2013 года он был назначен главой другого района. Новый завод по переработке рапса открылся в Сеченовском районе. Уже этой осенью переработка рапса в масло позволит увеличить прибыль от выращивания этой культуры как минимум вдвое. Аграрии отметили, что в последние годы работать стало намного комфортнее. Больше современной техники, а значит и достижений в работе, которые отражаются на зарплате и на объемах социальной поддержки сотрудников. Сейчас лучше или раньше? Не знаю. Ну так вот, по честному это. Сейчас как-то вроде попроще, техника получше, комфортнее. Губернатор Валерий Шанцев потребовал от Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области активнее создавать новые импортозамещающие производства в регионе. Так как от этого зависит рост зарплаты и возможность создания дополнительных рабочих мест. Кстати, до конца года планируется открыть три новых завода по переработке рапса. 13 сентября все зрители первого городского телеканала смогут увидеть наше новое музыкальное шоу «Звезда караоке». Десятки поющих нижегородцев и только двадцатка лучших. Узнайте, кто прошел следующий тур. В эфир первая серия проекта выйдет 13 сентября в 20.00, сразу после выпуска службы новостей «Город». Сейчас участники активно готовятся к четвертьфиналам. Ближайшие съемки состоятся 28 августа в концертном зале «Премия». Если вы хотите стать зрителем съемочного процесса, звоните по телефону нашей редакции 217-01-71. Это были все новости рубрики «Короткой строкой». Не переключайтесь. Валерий Шанцев поставил перед Министерством образования задачу разработать типовую методику капитального ремонта школ, которая позволит из старых зданий делать просторные, безопасные, современные образовательные учреждения европейского уровня. Проект будет основываться на удачном опыте одной из школ, которую губернатор посетил во время инспекции работы социальных программ в Кстовском районе. Также глава региона проверил ход работ по восстановлению Кстовского парка «Октябрь». Жители Кстову поблагодарили губернатора за программу поддержки местных инициатив, в рамках которой в городе восстанавливается парк «Октябрь», с которым у многих кстовщан связаны ностальгические воспоминания. Там многие любили отдыхать, пока территорию в начале 2000-х не отдали недобросовестному инвестору под строительство развлекательного комплекса, который так никогда и не появился. На сегодняшний день парк вернули городу. Мы очень рады, что у нас такое получилось, что парк у нас возобновляется. Он, кстати, и был здесь. Да, он мне рассказал. Да, был здесь. Здесь было и колесо обозрение. Кинотеатр здесь был. Кинотеатр был, все было. А уж сейчас мы рады вдвойне, поскольку мы, наверное, уже старые люди, а все равно будем ходить сюда. И программа будет на следующий год. Будет денег больше, чем в этом году. Поэтому давайте готовьте проект, как расширять вот это все. У местных властей большие планы на благоустройство парка, которые они собираются осуществлять совместно с жителями в рамках губернаторской программы местных инициатив. Тем временем в Кстовской гимназии номер 4 заканчивается капитальный ремонт. Сдать помещение должны уже к 26 августа. Но кое-что по указанию губернатора еще предстоит переделать. Спасибо, что помогли привести школу в порядок. Потому что много таких школ и более позднего времени постройки, но находятся в таком виде, что все просят новые школы. Я вот хочу сюда, может быть, мы соберем, здесь некоторых руководителей, показать, что из школы 1957 года постройки можно сделать так. А у нас просят 75-го под корень и новую строить за 300-400 миллионов. Опираясь именно на опыт посещения 40-й гимназии, Валерий Шанцев поставил перед Министерством образования задачу разработать на основе кстовского опыта типовую методику капитального ремонта школ, которая позволит из старых зданий сделать просторные, безопасные современные образовательные учреждения европейского уровня. Ну и далее информация от наших партнеров. Мы прервемся ненадолго. И вот о чем пойдет речь у второй части нашего выпуска. Вы смотрите Служба новостей города. Мы продолжаем. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 22-летней Нижегородки. Студентка подозревается в организации азартных игр. По данным правоохранителей, в одном из торговых павильонов на улице генерала Ивлеева находился игорный клуб. Девушка свою вину не признала и отдачи показаний отказалась. Если ее причастность к совершенному преступлению будет доказана, девушке грозит лишение свободы до трех лет. О других криминальных новостях расскажем далее в рубрике «Место происшествия». В Московском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля Ниссан, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в припаркованную «Газель». От удара «Газель» перевернулась, автомобили получили серьезные повреждения. Водитель Ниссана скончался, пассажиры получили травмы. Одной из девушек потребовалась экстренная госпитализация, вторая отделалась ушибами. Полицейские провели ночной рейд в заречной части города. Мероприятие было направлено на предупреждение о совершении гражданами правонарушений в ночное время, в числе которых грабежи, продажи алкоголя и выявление нахождения несовершеннолетних на улицах без сопровождения родителей. По сведениям полицейских, значительная часть преступлений совершается в Московском, Канавинском и Сорновском районах города. Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде изъяли более 21 литра контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Проверка проводилась в рамках расследования уголовного дела. Стоимость конфискованного товара превысила 8 миллионов рублей. Так, на территории трехскольких помещений было обнаружено изъято более 42 тысяч бутылок объема 0,5 литров со спиртосодержащей жидкостью. Здесь изъят алкоголь, передано ответственное хранение полномоченной организации. Нарушителям закона грозит штраф размером в миллион рублей и лишение свободы сроком до 6 лет. Наведем порядок в лесах и защитим лесные массивы от недобросовестных арендаторов. Так заявила партия «Единая Россия». В течение месяца активные нижегородцы и единороссы не только выявляли проблемы, возникающие при реализации федерального законодательства, но и предлагали свои конкретные решения. Например, расчистить дорогу товаром местного производства на полках сетевых магазинов, упростить процедуру изъятия бесхозных сельхозземель, а также вернуться к конкурсным процедурам на право аренды лесных участков. Вот так бережно дедовским способом Андрей Филиппов на протяжении 30 лет проводит рубку леса. За внедрение такой технологии его лесоперерабатывающий комплекс в Бурском районе не только получил международный грант, но и стал лауреатом конкурса на лучший зеленый бизнес-проект. На встрече с заместителем председателя регионального парламента Александром Табачниковым признается, главное в работе, развивая производство, сохранить лес. Нам не нужны те, кто пришел, чтобы заработать такой короткий рублик и уйти отсюда. Срубил, вывез, продал – это не для нас. Напомню, в течение месяца единороссы вместе с активными жителями и экспертами оценивали исполнение новых резонансных законов о сохранении лесных массивов, о неиспользуемых сельхозземлях, о торговой деятельности и предлагали свои пути решения сложных вопросов. Часть наших предложений прямо в десяточку. То есть это то, что волнует многих. И мы надеемся, что эти предложения войдут как раз в измененные федеральные законы и будут озвучены на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. В свою очередь Владимир Путин всегда готов услышать и однопартийцев, и простых граждан. Партия должна обсуждать с гражданами любые, даже самые сложные, даже неприятные на первый взгляд вопросы. Чувствовать, что волнует людей больше всего. Слышать голос каждого. В этом обязанность депутатов парламента. Цены на бензин продолжают расти. Только за последние полгода в Нижегородской области стоимость одного литра увеличилась на 6%. Отмечается также рост цен и на дизельное топливо. Об это и других финансовых новостях расскажем далее. Спонсор показа «Финансовые новости» – кредитный потребительский кооператив «Центральный сберегательный». Средняя стоимость литра 95-го бензина составляет порядка 39 рублей. Специалисты антимонопольной службы утверждают, цены на автомобильное топливо будут увеличиваться постоянно. В первую очередь это связано с инфляцией и ростом акцизов. Продавцы стараются резко не повышать стоимость топлива. На данный момент рост акцизов опережает рост цен. В России подешевели потребительские кредиты. На сегодняшний день ставки в крупнейших банках страны снизились до 16% годовых. Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке микрофинансовых организаций. Выгоднее всего сейчас оформлять краткосрочные кредиты на сумму от 30 до 100 тысяч рублей. По словам представителей Центробанка, снижение процентных ставок по кредитам говорит о сокращении количества проблемных задолженностей. По данным Центробанка, курс доллара США составляет 64 рубля 81 копейку. Евро 73 рубля 90 копеек. Цена за баррель нефти марки Брент 49 долларов 50 центов. Далее наш эфир продолжит рубрика «Социальные сети» от Артура Кортеса. Только попробуй пнуть! У тебя там что, глаза что ли на... Эм... И вот прямо сейчас должны налететь из Гринпис братья Запашные и веганы. Эта дрянь села на тигра и раздавила его. Кстати, я обратил внимание, среди дамочек почему-то не проходят моды на леопардов, тигров. Ну и все в таком духе. Девушки, ну хорошо. Может можно вот это вот ваше... Как вы лезете по моим дорогам? Но в случае с нашей героиней, скорее всего, ей просто за что-то влетело. Сейчас глаз на... полетяну. Я иногда думаю, откуда в нас просыпаются такие нытики. Взять даже пример. Все же ворчат, когда в городе тяжело в час пик. Вот лучше молчите. Вы не были в Индии. Да у нас круглосуточный свободный хайвей. А это можно сравнить только с вечным двигателем. Люди не заканчиваются. Я реально не хочу даже думать, как они там себя чувствуют. Похоже, конечно. Но тоже не то. А вообще, я должен был вам это показать. Хватит ныть, народ. Вроде бы взрослые люди, а в голове есть. Рубрика. Бомбануло. Что сейчас показывают детям? Спанчбоба? Фиксики? У меня изображение свинку Пеппу. Добавим реальности в сказку. Итак, по детскому миру «Мент в законе 4». 16+. Мультфильм. Вот это поворот. И вот оно еще осознание того, что три части, оказывается, уже прогремел. А ты не знал. Я не в курсе, ребят. Но далее же скач продолжается. Впереди детишек ждет фильм «Девятый отдел». Куда уходит детство? Какие? Запомни, мой друг, в самой сложной ситуации она поможет тебе. А если не поможет, хотя бы поржешь. Шутка. И сети. Вот знаете, так бесит. Бесит, когда набираешь 8 килограммов для главной роли, а потом вспоминаешь, что ты никакой не актер. Бесит. Я в этом фильме главный актер. Я сценарист, в нем я режиссер. Это была рубрика «Социальные сети». Меня зовут Артур Кортес, и я наблюдаю за вами. И в конце выпуска о погоде Юлия Крабасова расскажет, какой прогноз нас с вами ожидает завтра. Юлия, тебе слово. Спонсор прогноза погоды – меховая фабрика «Елена Фурс». «Елена Фурс». Лучшие шубы России. Судя по данным электронных СМИ, завтра природа нам даст передохнуть от этого летнего зноя. Днем будет пасмурная погода, возможно дожди. Температура воздуха составит около 22 градусов. Вечером, судя по прогнозу синоптиков, также сохранится пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха около 19 градусов. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мы желаем вам только хороших новостей. И, конечно, всегда оставайтесь на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин